И снова здравствуйте! С вами новое утро на Катунь-24. Международный день архивов. Мы пригласили к нам в гости исполняющего обязанности директора Государственного архива Алтайского края Елену Егорову. Елена Дмитриевна, здравствуйте! Доброе утро! Мы рады вас видеть. И расскажите, что хранится в Государственном архиве Алтайского края? Какие самые старые документы хранятся в Краевом архиве? Ну, наш Государственный архив Алтайского края – один из старейших архивов Сибири. У нас документы хранятся, начиная с 1744 года. С этого периода у нас уже откладываются документы не единичные какие-то, а системы, сложившиеся комплексы документов о развитии региона. С 1744 года, представляешь? А вот кто в наши дни посещает архив? То есть, ну, как правило, сейчас же есть все в интернете, ну, скорее всего, я ошибаюсь, но тем не менее, вот кто им посещает? Молодежь, взрослые люди? С какими запросами приходят? У нас контингент посетителей совершенно разный. Конечно, это в зависимости от интересов общества контингент меняется. Если до 90-го года нашими посетителями в основном были ученые, исследователи, краеведы, то сейчас очень много посетителей – это простые граждане, жители города, края, других регионов. Основная часть посетителей наших читальных залов – люди, которые занимаются сегодня изучением своей семейной истории, генеалогическими исследованиями. Но при этом значительная часть пользователей – это сотрудники государственных учреждений, организаций, органов власти, которые обращаются к нам в архивы за документами, как правило, своих фондов, которые уже поступили к нам на хранение, изучают для каких-то практических решений, практических задач. И приходят граждане за документами по узаконению земельных участков, жилья, квартир. Просто в связи с тем, что у нас поменялась система государственного устройства. Все эти вопросы в советское время решались по-разному, по-другому совсем, нежели как сейчас они решаются. Документы отложились уже в наших фондах. И люди в процессе узаконения и подтверждения своих прав, владения тем или иным имуществом, приходят за документами к нам. Другая категория обращений – это не те, кто приходит непосредственно в читальные залы, которые обращаются с запросами, с заявлениями. Но в основном сейчас это через учреждения пенсионного фонда, за подтверждением сведений о своем стаже, заработной плате и так далее. У нас достаточно большой комплекс документов хранится именно вот этого вида. Елена Дмитриевна, вы задели тему «История семьи». Расскажите, как можно получить информацию о наших предках, которые имеются у нас в архиве Алтайского окраина. Например, о семье моих бабушек и дедушек, кем они были, откуда приехали. Как можно? Вы знаете, это очень обширная тема, и сейчас много об этом пишут, говорят исследователи, которые наработали какой-то практический опыт работы с архивными фондами. В интернете очень много различных сайтов, которые пытаются рассказать об этом, как идти по этому пути. Мы тоже со своей стороны работаем с исследователями, потому что мы прошли уже достаточно большой временной промежуток, когда это уже более 20 лет, когда люди начали активно ходить именно по этой тематике к нам. И в первые годы мы, конечно, и мы, и они испытывали большие трудности в работе с архивными документами, потому что люди, когда приходят неподготовленные, не представляют, с чего начать, как начать. Поэтому у нас сейчас тоже есть уже наработанный опыт, свои методики, свои рекомендации. Они размещены на нашем сайте. Мы периодически проводим мастер-класс «Корни и крона», который пользуется большой популярностью у нас. Когда приглашали пользователей наших читальных залов, объясняли, с чего начать, как начать, с какой информацией нужно прийти. Потому что к нам в читальный зал прийти и сразу что-то взять, сказать, вот я хочу узнать. Нужно все равно располагать каким-то определенным багажом знаний о своих родственниках, о том, где они проживали, когда они проживали, чтобы понять, в каких фондах нам искать нужную информацию. Насколько я понимаю, все равно какой-то алгоритм он уже имеется. Это хорошо. Одно из наших важных направлений, мы же ведь не только храним документы до прошедших веков, мы очень большая часть нашей работы, важная, это отбор документов действующих организаций, органов власти, общественных организаций, государственных учреждений на постоянное, так сказать, вечное хранение. Наши документы хранятся вечно. У нас более 200 организаций источников комплектования, с которыми мы работаем каждый день. В плане регулирования текущего делопроизводства, отбора документов на постоянное хранение, особого внимания этим документам, порядку их формирования, порядку их придания им того статуса, который у них должен быть. Чтобы потом эти документы стали действительно полноценными документальными источниками, подтверждающими деятельность того или иного органа власти, той или иной организации. И стали действительно востребованы подлинными документальными источниками в будущем, чтобы будущие поколения могли опираться на эти документы в полной мере. — Но, тем не менее, есть же все равно какой-то определенный срок. То есть, какие из документов уничтожаются за давность лет, например, есть такие? — Эти процессы уничтожения как раз и происходят, отбора и уничтожения происходят на этапе деятельности в организации источников комплектования. У нас документы, если к нам документы поступили на постоянное хранение, они у нас хранятся вечно. Мы ничего не уничтожаем. Есть категория документов по личному составу, которые мы храним. Более 800 тысяч единиц хранения на сегодняшний день у нас. Но у них длительный срок хранения. На сегодняшний день это от 50 до 75 лет. И сроки хранения документов этого периода, ну только-только мы начинаем подходить к этому процессу, когда необходимо просматривать вот эти комплексы документов, срок хранения которых истекает на предмет уничтожения. Но дело в том, что систематически такие большие комплексы документов по личному составу начали в нашем регионе формироваться в 30-е годы, предвоенные годы, военные. Мы приняли на хранение документы крупных промышленных предприятий. Вот у них есть такие комплексы документов. Мы их, прежде чем определить к уничтожению, мы проводим экспертизу ценностей, отбираем какие-то из них. Потому что специфика ведения документов в тот период времени была немножко другая. Вопросы основной деятельности, вопросы кадровые пересекались. И, как правило, могли проходить в одних и тех же документах. И поэтому какая-то часть документов по личному составу будет переведена в категорию документов постоянного вечного хранения и также будет храниться вечно. Хорошо. А как идет процесс оцифровки документов? И все ли документы можно и нужно оцифровывать? Ну, эти процессы тоже другое важное направление нашей работы. Вот видите, сколько у нас важных направлений работы. У нас существует отдел автоматизированных архивных технологий, который целенаправленно занимается не только внедрением автоматизированных каких-то систем, информационных систем в нашу деятельность, но и как раз оцифровкой архивных документов. Мы эту работу проводим уже достаточно давно. Впервые у нас большой достаточно цифровой сканер появился в 2007 году. И вот с тех пор мы целенаправленно проводим эту работу. Прежде всего, оцифровываются, конечно, документы востребованные. Потому что одна из основных целей оцифровки – это обеспечение широкого доступа пользователям, в том числе и в удаленном режиме тоже эти вопросы у нас сейчас решаются. Находящиеся в плохом физическом состоянии, в недовлетворительном физическом состоянии, к сожалению, такая категория документов тоже есть. И длительные сроки хранения так или иначе приводят к тому, что документы стареют. Никто эти процессы не остановить. Поэтому у нас достаточно большой штат, пять реставраторов, которые системно занимаются реставрацией документов. И как раз процесс оцифровки позволяет нам не только обеспечить широкий доступ, но и обеспечить сохранность этих документов, чтобы предотвратить массовое использование документов. Потому что в процессе использования, к сожалению, документы ветшают. Кстати, наша встреча, точнее запись нашей встречи, я тоже уверен, попадет когда-нибудь в архив. Но попадет она в интернет. И, кстати, вот вопрос, все-таки не принижает ли интернет значимость такого могучего архивного дела? Ну, я думаю, что нет, это невозможно. Все-таки подлинный документальный источник останется подлинным навсегда, я думаю. Несмотря на сейчас на широкое распространение электронных документов, все-таки основные документы о деятельности государства и общества, все-таки это подлинные бумажные документы, заверенные печатями и подписями государственных лиц. Поэтому я думаю, что они останутся вечно, тем не менее. Хорошо, Елена Витальевна, спасибо. Спасибо вам большое за интересную беседу, спасибо, что пришли в гости к нам. Мы напоминаем, что в студии была исполняющая обязанности директора Государственного архива Алтайского края Елена Егорова.